Пятый канал представляет И спросим Девять Десять Как порезать Одиннадцать Двенадцать Вот этого Братца Да, Вик, я на месте Здравия желаю, товарищ капитан Сейчас, сейчас, подожди Да что волноваться-то? Я в лесу В шесть утра Так что ты там отдыхай А я делом займусь Теперь ты Здравия желаю, товарищ капитан Да ладно, Серега Привет, Сев Не убийство А ерунда какая-то Похожа на какой-то ритуал Ну, ритуал не ритуал А тело менее мертвым от этого не станет Тоже верно Насмотреть? Я сам Понял Нет, Серега Давай ты Понял, товарищ капитан Давай, давай Товарищ капитан Какие-то странные узлы у него на руках Не странные А морские, Серега Вот, товарищ капитан Все, что нашли Похоже работал он в автосалоне Вот его бейдж Кому же ты так не угодил, Роман Эдуардович? Доброе утро, коллеги Ну что, у меня для вас новость Пренеприятнейшая Сев, это как посмотреть В городе проводится неделя ведомственных учений по реагированию на чрезвычайные ситуации Так что прошу вас быть в любую минуту готов Теперь что у вас? Какие новости по трупу в лесу? Телефон в хлам, Симка тоже повреждена Буду еще возиться Но если верить вас Голубев Роман Эдуардович нужного возраста У нас в городе всего один Так, а что по автосалону, в котором он работал? Адрес есть, готовы ехать Отлично, тогда Вика в автосалон Сева, а ты по адресу Голубева? Я установила и погуглила номер телефона Голубева Нашла его профиль на сайте объявления И там он тоже продавал машины Так, ну возможно занимался частной перепродажей Или искал клиентов для салона, но это нормально Друзья мои, я всех категорически приветствую Здравствуйте Для меня там ничего нет Тело так и не доставили А по работе ребята жут как хочется Ой, извините Никусь, не служба в дружбу, сгоняется печенечко Да, Лев Романович Одна нога здесь, другая там О, Лев Романович А это что у вас? Ой, Гриша Это, это цветы Правда, пока еще не знаю, какие Такие, такие цветы, Гриш, надо выращивать и дарить девушкам А не над трупами разбрасывать Гриш, девушки же любят цветы? Конечно, Лев Романович Кстати Голубев на работе был последний раз неделю назад Здрасте Добре У сотрудников сменный график Потом он не вышел На звонки не отвечал А оказывается, вот оно как Расскажите о нем Лучший наш сотрудник Тут без вопросов В салоне работает не первый год Скажите, были у него, может быть, враги или конфликты на рабочем месте? Недоброжелатели Да, ну, какие враги? А конфликты и недоброжелатели Я не слышал А что мы тут стоим? Пойдемте чаю выпьем А что по последнему рабочему дню Голубева? Кто-то из его клиентов запомнился? Ходил тут один мужик, глазел Семейная пара А конкретно автомобилями интересовалась одна девушка Такая, немножко заторможенная Вот ей-то и занимался Голубев А вы не знаете, куда он после работы отправился? Ну, я ж ему не нянька Интересный дресс-код у ваших сотрудников Ходят в чем хотят? Ну, кто как хочет, так ходят Тем более, у нас всегда есть где переодеться Получается, у вас есть комната, где сотрудники могут оставить личные вещи? Покажете? Ну, а куда ж я делась? Тоже верно А, и еще, Николай Мы бы были благодарны, если бы вы добровольно предоставили записи с камер видеонаблюдения Хорошо, сделаем Спасибо Что здесь делаете? Проверяю бдительность граждан Поздравляю, вы прошли проверку Знакомы с соседом? С Голубевым-то? Ну да А что вам от него надо? Вы тоже, что ли, из этих? Из каких этих? Ааа Да ходят тут всякие сомнительные личности Насколько сомнительные? Вас как, кстати, зовут? Игорь Калежный Сомнительные, говорю, по самые уши Сектант он и сволочь последняя Ну, сволочь еще не преступление, согласны? Откуда знаете, что сектант? Я же говорю, ходят всякие сомнительные личности Ну, какие-то цветы сюда носят Кем-то ладу нам постановит прет из квартиры Здрасте Здравствуйте Супруга моя Надя Приятно познакомиться Взаимно Предлагаю узнать что-то новенькое о ваших соседях Так, пометы мне нужны Надя, иди Так что Здесь все достаточно просто Смерть наступила в результате переохлаждения Приблизительно неделю назад Далее У покойного Обнаружено Изрядное количество алкоголя Поэтому я не сопротивлялся Лепестки цветов Они в процессе обработки Спасибо, Лев Романович Ждем С минуты на минуту приедет наблюдатель Будет сопровождать учение Через сколько приедет? Пять минут Ладно Проверю воспитанность, пойду встречу Итак Результаты обыска в квартире Голубева Около миллиона рублей наличности Договоры купли-продажи И вот такой вот блокнот со странными записями Вик, может ты еще не поняла Но это бухгалтерия Видимо перекупщик Голубев ввел какой-то отчет своих сделок Да Наверняка Только суммы какие-то странные Дамы и господа Минуточку внимания Это представитель ведомства Итак, здание пожар Объявляется эвакуация Да, еще в салоне в личных вещах Голубева Нашла этот буклет Культ весеннего пробуждения Ника, тут на обратной стороне телефончик Никому Вадима надо пробить Сейчас я сервак выключу и предупрежу всех Да, и еще в его же личных вещах Я нашла Опа Записку Записку? Только самое ценное Да, записка с угрозами Вероятно, кто-то из членов секты требует, чтобы Голубев больше не посещал собрание Свет Сева, подожди Вот такие организации обычно враждебны к чужакам Ты попробуй внедриться Да без проблем Только осторожней Мужик Сева Я отправила тебе адрес от центра Пока ты добираешься Подниму еще информацию Дам знать Умница Ребят, из них самое главное Побыстрее, побыстрее Дима, это ведь не последнее учение Ты не удивляйся, если я пару дней буду редко поляляться Что? Таня, ну как так? Да давай я Не надо, я сама Гриша, вперед Все, теперь все Мы уже ушли Что такое, Гриша? Цветочки Вырастут, будут девушками Обязательно поливай цветы Стоп Понятно Ника, давай подробности Сколько основал Вадим Волстриков Ага Кстати, он же лидер организации Его телефон был на буклете Проповедует при рождении и пробуждении духа Так, а поконкретнее? Цитирую Каждую душу ждет при рождении Но лишь отрекаясь от Бренова Мы посвящаем себя весне Понятно Значит, пойду отрекаться Да, кстати, пришли мне фотку С той записки с угрозой Окей Ага, давай Господи, что за почерк такой? Простите А можно пройти? Пожалуйста, проходите Простите, можно пройти Умник Вчера Сегодня Завтра И навеки Братья и сестры Пробуждение природы Это символ Символ расцвета И начала благополучия Давайте сделаем перерыв Братья и сестры Добрый день Приветствую вас В нашей скромной обители Добрый Вы Вадим Бостриков? Собственной персоной Но все обычно зовут меня здесь наставник А как к вам можно обращаться? Всеволод Но вы можете называть меня Сева И чем же вы занимаетесь, если не секрет? Строительный бизнес Ну, офис, стекляшки Айтек, шмайтек Вся эта скукота А у вас тут уютно Цветочки цветут Мы здесь воссоздаем весну Как нечто нетленное И начало нового Каждую душу ждет перерождение Но только отрекаясь от бренного Мы открываем себе весне А вы внимательно прочитали мои книги Надеюсь, станете и постоянным участником наших мероприятий Оставите отзыв на общей доске, Севолод Сева Прошу Ну что же А это кто написал наставник? А чем это вам мой почерк не нравится? Да нет, наоборот В лесном массиве обнаружено тело Романа Голубева Обстоятельства смерти указывают на ритуальное убийство В поле зрения своих попадает один из последователей культа весеннего пробуждения Писавший Голубеву записки с угрозами Писавший Голубева Вам что, со мной по пути? С чего вам надо? Спокойно, спокойно У меня к вам всего лишь один вопрос Знакома? Да куда же мы? Стой Как там у вас? Каждую душу ждет перерождение Но лишь отказавшись от бренного Чтобы мы сможем открыть себя весне Так кажется Ничего не забыл? Ну, видимо, нет Пойдем Сев, задержанный уже в допросной Супер Гриш, это что у тебя такое? Это? Да, вот это Вот это, это что? А, ну, я в интернете прочитал Что классическая музыка положительно влияет на рост растений Ну, значит, какой-то бетхоин на тебя вылупится Я думал, это Чайковский Итак, господин Дюпин Вы продолжаете утверждать, что не писали записок с угрозами Голубева Утверждаю? Да что, я не имею права так утверждать? Я требую графологическую экспертизу Серьезно? Вот с таким почерком тебе сейчас позвать графологов? Ну, ладно, ну, написал я это письмо Еще пару писем написал Что с того? А то, что от угрозы до убийства один шаг Какого убийства? Его что, убили? Я здесь ни при чем, честное слово Я тебе сразу скажу, что в суде это будет звучать неправдоподобно К тому же попытка к легкому Нет, нет, нет Поймите, я заботился исключительно о благе нашего культа Я подумал, что Голубев подослал Ну, вас Проучить меня за это письмо Он же гад О каком благе вы заботились уточнить, пожалуйста? Я случайно услышал ссору Голубева с наставником Что-то там из-за денег Как я понял, Голубев приворовывал у нашей общины Наставник? Остриков Весна Спасибо Так, Ника пишет, что это был его последний звонок Калия надаю себе на раздробление, что она его клиентка Я запомню Она, кстати, может помочь понять его эмоциональное состояние Ирина, правильно? Да, Ирина, Ирина Две в подписи Красиво же Пойдемте Безусловно Итак, две недели назад у вас состоялся телефонный разговор с Романом Голубевым Зачем он вам звонил? Тот продавец из автосалона Помню, я к нему днем заходила Вечером он перезвонил Предлагал варианты Меня ничего не устроило Назойливый тип Чаю будете? Нет, нет, спасибо Назойливый Скажите, а вам в его голосе не показалось ничего странным? Может быть, он вам сказал о планах на вечер? Планы мы не обсуждали А голос такой обычный глуховатый голос У вас есть дети? Я живу одна А как вы могли бы охарактеризовать Голубева в тот вечер? Возможно, торопливый Он куда-то спешил на какое-то собрание Сева, а тебе не показалось, что она по отношению к Голубеву испытывает некую неприязнь? Да по-любому он к ней клеился Воспользовался своим служебным положением Меня больше интересует, что он там говорил про эту встречу Да про этот культ, как его, весны? Ага, стопудово Даю себе второе колено на раздробление Да хватит коленями разбрасываться Дамы и господа О, сейчас что-то будет Нападение на здание Всем приготовиться к отражению атаки Баррикады Оружие Ника, предупреди, пожалуйста, Льва Романовича А Татьяна Андреевна? Ее сегодня не будет, завтра, возможно, тоже Обожаю эти ваши лечения, блин Тяжелый? Легкий Ну, послушай, что мы имеем? Изначально этот наставник в Остриков конфликтовал с Голубевым из-за денег А что, если эти записи в дневнике у Голубева никакого отношения к автосалону не имеют? А что тогда? Финансы секты? Вдвоем у теле? Например Гриш, ты что? Так нападение же, ну, я прячусь, ну, в смысле, занимаю боевую позицию Ребята, я к вам Ник, ну, а ты-то куда? Ты что, опять начинаешь? Я что, по-твоему, никуда не гожусь, да? Ну, Дмитрий Владимирович, у нее же даже оружия нет Ник, он прав Ты нужнее в офисе Так, никто не посмеет тронуть мою библиотеку Я решительный зол Лев Романович, все без права ношения оружия в офис Зря вы так Я, в отличие от некоторых, про трупы знаю все И, кстати, знаю, какими становятся Лев Романович Не высовывайся, Косицкий, ну Я прошерстила группу этого культа в соцсетях Там сегодня вечером какая-то церемония намечается Так вот, отличный повод наведаться туда, Сев Аккуратненько затронуть тему денег Ну, в общем, прощупать этого остряка Он сам Стужа за стенами нас не сломит Мы внемлим жизни И принимаем эти дары весны Погрузимся же в ментальную весну Если вас что-то тревожит, можем обсудить Да, конечно Приятного аппетита Спасибо Итак, Сева Я вижу в ваших глазах вопрос Вы очень проницательный наставник Теперь я понимаю, почему к вам приходят все эти люди Как я уже говорил, я работаю в строительной фирме И через мои счета проходят огромные суммы денег И чаще всего впустую И я подумал, наверняка вам нужны какие-нибудь пожертвования А я сразу понял, что вы здесь не просто так Нам нужны пожертвования безналом А я их потом перевожу в живые деньги Так я же об этом и говорю Обнал Ну, разумеется, вы берете себе какой-то процент Ну, разумеется Ну, разумеется И сразу хочу заметить Что если что-то пойдет не так Разговор будет коротким Уж извините за прямоту Да-да Я много понял Это записи, которые нам прислал салон Последний рабочий день Голубева, его клиенты Ну, в общем, я сделала нарезку Отлично, показывай Так, это мужчина, который оставил телефон Это Ирина Ильина Я решила вообще все посмотреть на всякий И знаешь, кто вчера приходил в салон? Так Вот этот кадр Подожди Так это наставник Да, Востриков? Угу Теперь я понимаю, почему Николай так разволновался Когда у него спросили про странных знакомых Голубева Ну, как я и думал Голубев помогал Вострикову в его схемах Используя возможности своего автосалона Да, теперь Востриков договорился с начальником Голубева Чтобы и деньги дальше крутились Ага А Дюпин говорил про их конфликт Думаешь? Голубев стал обманывать Вострикова И тот решил грохнуть его? Возможно Не пора ли нам побеседовать с ним официально? Ну, а ты как думаешь? Убит представитель культа весеннего пробуждения Роман Голубев Свои выясняют, что лидер культа Востриков Занимается финансовыми махинациями А Голубев мог стать жертвой внутренних разборок Что вас связывает с Романом Голубевым? Голубев преданный член нашего сообщества А в чем дело? Никаких финансовых конфликтов не было Я не совсем понимаю, к чему вы клоните Ах ты ж сволочь-то отвлеченная Ты даже не представляешь, насколько... Сядь! Через Голубь его деньги ты не отмывал И мне то же самое не предлагал, да? Спасибо Похоже, финансовые отношения с Голубевым у вас все-таки были И он вас стал обманывать, верно? Все больше денег клал себе в карман, ты узнал об этом и убил его Стоп! Голубева убили? Опять 25 Я же не знал Не надо вешать убийство на меня Я его только припугнул, когда узнал, что он меня кинул Я был уверен, что он испугался и сбежал Только припугнули и все Конечно! Да его наверняка какой-нибудь ревнивый муж грохнул Он ни одной юбки не пропускал Не там копаете А где ты был неделю назад? Так это тогда было? Неделя Так у нас в Минске филиал есть Я там и был Но это мы проверим Ты рано радуешься Тебе еще за махинации отвечать Наставник Алибо Острикова подтверждается Значит, отдаем дело в соответствующие службы Начинаем сначала Доброе утро, коллеги Здрасте Ну что, все готовы? Угу Сева, укладывайся Дмитрий Владимирович Разговорщики Укладывайся, укладывайся Ты ранен, а пулевое ранение в ногу Ладно Ты что творишь, изверг? Это же дорогие штаны Вы что, вандалы, делаете-то? А, кстати, какая нога ранена? Ну, пускай будет эта левая Слушай, ребята, у вас тут весело Здрасте Я закончил экспертизу лепестков Значит, во-первых, это гибертия Достаточно редкое экзотическое растение для наших широт Во-вторых, химический состав клетки весьма такой своеобразный Очевидно, при выращивании использовались такие специфические удобрения А может, перенесем пострадавшим? Так что ни в коем случае Нужно дождаться приезда скорой И наложите жгут повыше рады Дмитрий Владимирович, а можно ваш галстучек? Ну, конечно Свой ремень используй Давай, только чтобы штаны не спали Слушайте А что, если Бостриков прав? И Голубева действительно убил ревнивый муж Гриша, ну ты растяпа Ник, узнай, есть ли в телефоне Голубева номер какой-нибудь Наде Кто знал про культ? Сосед Голубева Калюжный Между прочим, обладатель заботливой, красивой жены Есть Надя Калюжная, видимо Много звонков было, но за последние два месяца ничего Вот Муж узнал, а они и шифруются Я другого не понимаю, почему его так растянули? Перевязали этими морскими узлами и венок, как его? Да может, он во флоте служил, а венок надел для того, чтобы следы замести Можно было полегче, а? Ну, тогда, Сеф, этим займись Здравствуйте А вы, наверное, к Игорю? Знаете, он сейчас на работе, автосервис на понтон Да, 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 я знаю У меня к вам вопрос Пожалуйста Какие лично в вас отношения связывают с соседом Голубевым? А я не собираюсь с вами это обсуждать Всего доброго А я вас в автосервисе ищу Приятного аппетита Хорошо, что ваши коллеги сказали, где вы обедаете А зачем вы меня ищете? Да ничего особенного, просто хотел узнать о характере отношений вашей супруги Нади с Голубевым Короче Ну ладно Надеюсь, в отдельном допросе вы будете более сговорчивы Ну, было у них там что-то Но это все в прошлом Мы это пережили С этим уродом я больше никаких дел не имею А какие дела имели? Тачки он мне привозил, битые Список тачек составить сможете? Да не вопрос, давайте ручку И на всякий случай Вспомните, где вы были неделю назад? Дома мы были Гостей принимали На день рождения было Точно? Понял Итак, вот что выяснилось У меня список автомобилей, которые Калюжина ремонтировал для Голубева А у Ники список автомобилей, которые Голубев продавал как частный собственник А теперь внимание Эти списки абсолютно одинаковые Вот смотрите, черный седан, серебристый внедорожник и синий универсал Есть только один нюанс Голубев указал на своем сайте, что эти автомобили не биты и не крашены Ну, как только возможно При покупке автомобиль обычно осматривает механик Он бы сразу заметил следы ремонта Вот именно Но, тем не менее, Голубев продает их за очень хорошие деньги Вопрос как? Значит так, поеду-ка к Ильиной Она последний его покупатель Может быть, что-то выяснится, какие-то нюансы Ну, а я поеду в автосалон Может быть, там найду какие-нибудь ответы Хорошо Что-то конкретное ищете? Хозяин, позови, пожалуйста Сейчас Спасибо Опять какие-то вопросы? Ага Давно у вас этот автомобиль? До месяца три А что? А Голубев его мог брать для своих личных нужд? Нет Это исключено Машина выезжает у нас на тест-драйв Только под запись работника салона и клиента Мне нужны записи всех тест-драйвов в этом автомобиле Хорошо Я распоряжу, чтобы вам их сделали Спасибо Ирина, а что конкретно вам предложил Голубев? Конкретно машину Машину, да Просто машину-то я понимаю А может быть, он это сделал как-то странно, непривычно, необычно? Нет Просто машина Вы хорошо себя чувствуете? Извините Все хорошо Это просто из-за таблеток от головы Ника, выясни, пожалуйста, все, что есть по Ирине Ильиной Да, да, еще очень важно Проверь, не состоит ли она на психоневрологическом учете В лесном массиве обнаружено тело Романа Голубева Все обставлено так, словно это ритуальное убийство Изучая личность Голубева, свои узнают, что он проворачивал какие-то аферы по продаже автомобилей Берсееву также настораживает состояние последней клиентки Голубева В автосалоне стоит черный седан Точь в точь из объявления Голубева о продаже Совпадает все И пробег, и цвет, и комплектация Более того, дата, в которую якобы Голубев брал машину в тест-драйв Очень близка к дате закрытия объявления на сайте То есть, получается, Голубев находил точно такую же машину, как в салоне, только битую Ремонтировал ее, а на осмотр привозил из салона? Именно А на подписание бумаг пригонял битую тачку Гениально! Да, еще пыль иной Она два месяца провела в психологической, в психиатрической клинике После смерти семьи, родителей, мужа, ребенка Все сразу? Автомобильная катастрофа Какая же! Да, еще я подметила, она плетет такие же морские узлы, как были на руках и ногах Голубева А вот это уже не может быть совпадением А может быть так Голубев продал восстановленную машину родственникам Ильиной по своей хитрой схеме Так Иванов, Анискович, Вершинин, Андреев, Фурсов, Семенов Подожди, Фурсов? Ника Ну-ка, напомни мне девичью фамилию Ильиной Фурсова? Ну, конечно, Фурсова Она могла мстить за гибель своей семьи Так, я сделаю запрос в ГИБДД по этой аварии Но даже если убийца Ильина Чтобы это доказать, нам нужны факты и улики Цветы Я уверена, она в своей квартире выращивала цветы У нее есть комната, которая закрыта Так, значит, нам надо попасть в эту комнату Да найду я вам эти цветы Чего вы так распереживались? Прошу вас, проходите Здравствуйте Дмитрий Владимирович, работа, задержание, очень жаль, очень Да, я вас понимаю Да, Дмитрий Владимирович, бумажный завал, очень много работы, да Ника, у меня что-то с компьютером Зависает? Очень нужна за помощь Виктория Вик, тут такая история Помнишь, ты говорила, у тебя были какие-то связи Да, помню, помню Конечно, я сейчас подключусь максимально Ну так вот работаем Извините Да, товарищ генерал Да, конечно Только кепку не снимай, парик видно Вик, ну что я туда попрусь? А вдруг настоящий провайдер придет? Не придет Ника позвонила и отменила Ты теперь настоящий провайдер А говорить я, что я ей буду Я же в интернете ни черта не понимаю Правильные вопросы задаешь Держи, будешь с Никой все время на связи Я, кстати, тоже Ой, ладно Ты мне еще гитару дай Я когда хоть представлюсь солистом Виа, поющие сердца Поющие сердца? Сундучок возьми Спасибо Наконец Проходите Обувь можно не снимать Понял Ну что же, тут все понятно Похоже, где-то перебит кабель Будем менять витую пару Меняйте Простите, но вы не представились Да, конечно Елисей Пушко Интернет-провайдер свои Стабильность, качество, скорость Мне нужно взглянуть на эту стену С другой стороны Может быть, лучше провести кабель Из той комнаты? Я в этом ничего не понимаю Пойдемте Проходите Так-так-так-так-так Какие красивые у вас детские рисунки Та-та-та-та-та-там Оп А вот и он Так, Ирина Мне нужен острый нож Чтобы зачистить этот кабель Ирина Нож для кабеля Да, конечно Вика Здесь повсюду фотографии ее семьи Мужа и сына Кухонный подойдет? Идеально Вот Вот нож О, то, что нужно Давайте Я-то думаю Где я вас видела? А вы не знакомы с такой девушкой Кудрявой в очках? Ирина, это не то, что вы подумали Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Не подходите Успокойтесь Не приближайтесь ко мне Берите нож и успокойтесь Уберите нож и успокойтесь Это не надо Ирина Я не хочу, чтобы вы причинили себе вреда Пожалуйста, успокойтесь Уберите нож Успокойтесь Черт Успокойтесь Ну вы же понимаете Мы из полиции У нас работают профессиональные психологи Вика, я надеюсь, ты очень рядом Сейчас давай вручь Тихо Пожалуйста Тише Ирина Ирина Я вас понимаю Вы меня слышите? Слышите? Я понимаю, почему вы это сделали Вы мать И вы просто хотели справедливости Справедливости Не вернет мне ребенка И никого не вернет Да, это правда Не вернет Но у вас есть шанс Шанс начать Жить заново Дайте нож Раз, два, три, четыре Раз, два, пять, одна Пять, пять, шесть Папа купил машину Но оказалось, что не ту Поэтому они все умерли Раз, два, пей Ирина Ирина Раз, два, три, пять, одна Причины аварии толком не расследовались В ГИБДД просто указали, что Фурсов Отец или иной Уснул за рулем Гутина Андреевна На, Лев Романович Тепески цветов Те самые Результаты химических анализов Совпали Понятно, спасибо Пришлось самой Что-то решать Пришла на работу Голубеву Познакомилась Пообещала Романтическое приключение На природе Подмешала Снотворное в алкоголь Почему именно эти цветы? Лепестки Раз Два Мама их выращивала А мужские узлы? А меня муж научил Он же во флоте служил Раз Два Пять Одна Три Четыре Ну все Дело отправляется в суд Коллеги Минуточку вашего внимания Я получил результаты проведенных учений Поздравляем мы вторые Это не на минуту Не прекращая расследование Гриша, ничего себе Это ты что, сам выросил? А, если бы, Татьяна Андреевна Знаете, я просто подумал, что Главная героиня расследования Заслуживает такой красоты Виктория, это вам Я? Гриша, спасибо большое Неожиданно буду ухаживать Обещаю, только как я его домой дотащу Действительно, как ты его дотащишь? Я могу помочь Помоги Ужин приготовишь? А я готовить не умею А мы закажем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok